Кукол много не бывает из дерева, воска и фарфора. Коллекция Московского музея началась со случайно найденной игрушки в бабушкином сундуке. Сейчас выставка насчитывает несколько тысяч экземпляров. Самая старинная кукла была изготовлена в 18 веке. Самой молоденькой кукле 100 лет. Интерьерные, детские, механические, характерные и модные дамы. 350 экспонатов – часть большой коллекции музея уникальных кукол, в котором их насчитывается около 7 тысяч. Каждая приехала в персональной коробке и завернутая в многослойную упаковку. Современных кукол на выставке нет, но если приглядеться… А сегодня кукла, да. Для посетителей мы устроили такой маленький сюрприз, так скажем, что каждому посетителю будет ручаться конфетка и будем их возвращать в мир детства, чтобы каждый почувствовал себя ребенком, забыл о своих проблемах. Мода человеческая на протяжении времени определяла и внешний вид кукол. У некоторых проколоты уши и вставлены серьги с бриллиантами. Кукольными мастерами раньше были исключительно мужчины, а вот кропотливой работой по пошиву костюмов и украшений занимались женщины. Путешествовать на легкие элегантным французским дамам некомильфо. И многие приехали со своими утюжками, фарфоровыми сервизами, зонтиками и веерами. На то, что в прежние времена девочки-чеманы выходили замуж. У них были тоже свои куклы, которые назывались бюдарными куклами. Вот они у нас тоже здесь представлены. То есть они украшали бюдарные куклеты, сидели на столиках, либо возлежали на диванчиках. И даже в начале 20 века молодые дамы выходили с ними в свет. И таким образом они гордились своим состоянием, классными своими куколками. В коллекцию куклы попадают тремя способами. Их либо дарят, передают по наследству или подбрасывают. Бывает и такое. Практически каждую в первую очередь отправляют на реставрацию. Большинство и хозяек о том, что кукле вредно, не думали. Чаще всего в кукольный госпиталь попадают восковые и текстильные куклы, которые очень чувствительны к условиям хранения. Куклы боятся не любви и небрежного отношения в первую очередь. Что касается старинных кукол, конечно, желательно их хранить не вблизи источников тепла, а прямого солнечного света и влаги. Есть музеи и звезды экрана. Например, героиня клипа группы «Иванушки Интернешнл» и кукла-наследника Тути из кинофильма «Три толстяка». Но они в этот раз не приехали. Увидеть их можно только в Москве. Выставка «Уникальный мир старинных кукол» будет открыта до 10 марта в Мурманском областном художественном музее.